да ёшкин ты кот какие поклёвки эти поклёвки это просто космос всем привет меня зовут николай алексеев с вами снова с насти здрасте сегодня отправляемся в долгое путешествие на реку иртыш ловить вот таких вот крокодилов погнали в лунку не идет видишь еще в прошлом году мы поняли что на иртыш за крупными окунями нужно не лететь а ехать именно на автомобиле и брать с собой все необходимое поэтому специально для этой поездки мы обратились компании mitsubishi и попросили проверенный нами l200 который мы загрузили много всяких интересных и полезных стуковина одно из главных наверное этому тут мотобуксировщик от компании balt motors техника которая будет помогать нам и давать нам свободу перемещения по иртышу также здесь будет мотобур бензогенератор газовые баллоны для отопления и какие-то вещи которые можно убрать герметичную упаковку ну и в общем то закрыть кунг чтобы не запачкались вещи и не так пахло также мы установили автобокс на крышу длиной 175 сантиметров и объемом 410 литров потому что у нас длинномерные палатки большого объема там же полы для них там же матрасы ну и какие-то там спальники и прочие штуковины салон автомобиля мы положили съемочную технику также здесь поедут продукты питания которые будут нам необходимы для того чтобы жить на льду и выживать ну и какие-то другие вещи которые должны лежать в тепле потому что в автобоксе и в кунге все-таки минусовая температура если посчитать с самолетом сравнить с багажом который мы везем который нам необходим для съемок это выйдет намного дороже поэтому на автомобиле будет дольше дорога займет в районе четырех дней туда и обратно но мы по крайней мере сможем взять все что мы хотим для съемок и для рыбалок пикапы для таких целей это вообще незаменимая штука которая выступает в роли небольшого грузовика мы не стали брать прицеп потому что он ограничивает скорости и сразу теряется проходимость и все самые уловистые места как обычно трудно проходимо а с прицепом они становятся практически недоступными первое включение проехали порядка 950 километров от ярославля где-то под населенным пунктом амутнинск хочется есть хочется спать хочется пить и просто полежать мне кажется мне тоже том числе но еще больше хочется на рыбалочку как вот люди снимают сами себя мне кажется такая фигня когда оператор снимает закладывать можно выйти если говорить в целом то это была наверное самая дальняя поездка наша на автомобиле на рыбалку и на съемки как только мы переехали через уральские горы там реально зима то есть много снега заледенелые деревья прямо уже сказочно красиво становится такой чувство будто попадаешь уже но какую-то другую страну короче мы собирали собирались не на собирались поэтому снова в декатлоне уже в тюменском докупаемся кухонными приборами для того чтобы обустроить свой быт например стол он нам точно пригодится со стульями дальше нам нужно различная посуда то есть нам нужен чайник обязательно для чая приборы пластиковые пару плошек вот таких вот достаточно плотных для одного из тестов возьмем самую дешевую палатку мы нашли вот так вот она красно сайте было 1500 рублей стоит одноместная вот такая малюсенькая легонькая палатка весом полтора килограмма типа защищает от дождя и ветра в этом отделе возьмем газ горелку ну и возьмем немножко мормушек каким тяжелых типа вот 1 грамм 1 и 3 грамма также во всех магазинах гипермаркетах и декатлон действуют различные новогодние скидки все подробности на сайте декатлон точка ру понедельник 11 декабря мы до сих пор еще в тюмени с помидорами с картошкой тут какие-то буры торчат такое чувство как будто с гореками машина скоро начнет чиркать мишань только лыбится это место которое мы едем достаточно глухое место не скажем но где-то там далеко за тобольском потому что это секретное место в которое попасть не так-то и легко и да и найти его практически невозможно если не знаешь там стоит всего лишь один дом и вокруг на десятки километров нет ни единой живой души в общем приехали мы уже где-то наверное ближе к полуночи переночевали в этой сторожке встали утром рано позавтракали завели наш мотобуксировщик загрузили все необходимое и поехали на первый день рыбалки первый день мы пересеклись с максимом он нам показал наиболее перспективные места на его на его взгляд где они уже ловили рыбу где клеивал хороший окунь они параллельно снимали с нашим же телеканалом друг с другим проектом татьяне денис и с ведущей татьяна из немножко свои выпуски по ловле окуня на иртыши мы же оказались предоставлены сами себе приехали на первую точку говорят что здесь но одна из перспективных мест в одно из перспективных мест по ловле окуня погода у нас где-то 22-24 градусов солнышко и говорят что это самая офигенная погода для ловли окуня ребята перед нами уже поймали где-то окуня 4 наверное граммов 800 800 ну сейчас попробуем и интересный участок здесь куча торосов и в общем-то здесь дно такое все гуляющего рядышком лунка метр через буквально там три-четыре метра уже два два с половиной а вот там уже три первый иртышский окуньёк из нашей долгой экспедиционной поездки этого сразу отпустим потому что это не товарный размер к и трассе поклевка хорошего подброс и удар где-то наверно в полуметре от 1 моя задача на первый день была поймать несколько рыбин чтобы немножко взбодриться и получить какой-то заряд адреналина и мотивацию для ловли на следующие дни соответственно вторая задача была разбить лагерь потому что до ближайшего домика старушки до нашего автомобиля было более трех с половиной километров хороший вообще вот он сопротивляет а вот это уже уже рыба проводку начал опускать вниз по дну стукнула немножко приподнялась сразу поклёвка была такой такой нищий причем вот вторая рыба вторая поклевка вторая рыба именно поймана на тройник с красной термоизоляции почему не знаю может это точка дополнительной атаки но очень часто когда вешаешь такие вот красные штуковины на ней обычно на них почему-то клюют такие окуни причем он смотри уху не на 500 грамм поеденный теперь я счастливый уху не на 100 грамм поеденный вонка не идет видишь щука походу вот нежданчик у меня леска вреди 022 лопнула на подсечке что произошло 022 просто все оборвалась леска я смотрю торчит она из лунки просто беру залезку дачи дали доставать куском под полтора метра больше нету и вот такая вот и перекусила кстати кстати о поводках из флюорокарбона ты подожди не уходи мы с тобой не договорили поводок из флюорокарбона 0405 разрывной нагрузкой полно 13 или 17 килограммов 4 5 рывков нету платка в топку мы здесь всего 20 минут на ртс и уже поймали два окуня 250 500 и вот такая щечка не знаю что происходит у меня на поклевке второй раз и обрывается плеска сначала 022 теперь 026 стая то ли я так сильно посекают вот это вот нормальный размер сик уже граммов 900 наверно 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 6 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 9 9 10 10 10 10 11 11 12 11 12 12 12 13 14 14 14 на иртыш стоит ездить именно вот за такими трофейными окунями потому что меньше меньше 300 грамм тут вообще практически не попадается но этот просто здоровенный а жена розовенького клюнул все немножко поэкспериментировать приманка и вот на розовых тоже придет то есть общее впечатление складывается что в общем-то нужна игра более-менее подходящая для окуня и попасть в него то есть нужно много бурить и искать его такие вот окуняшки сразу начинают радовать с максимом прощались в этот день потому что они заканчивали свою поездку и со следующего дня мы остались предоставлены сами себе и остались наедине с природой и с иртышом время три часа ночи запарились ставить лагерь и уже наверно пятый или шестой час ставим в общем-то все готово мы основные вещи принесли еду в тепло поставили теплообменник чайник у нас тут подогретый уже стоит палатки мы будем спать от пингвина модель премиум стронг теплым полом с высотой аж два метра можно легко полностью чего нам по крайней мере с мишкой ходить в полный рост дальше мы тут разбили такой достаточно большой палаточный лагерь у нас рядом стоит палатка зонтиком медведь там у нас клад типа мы туда буры и там удочки катушки всякие чехлы ну и прочее то что особо мороза не боится и еще взяли третью палатку маленькую в нее поставили генератор там стоит масло бензин и включаем генератор для того чтобы подзаряжать наши всякие там электронные приборы камеры и прочее внутри мы здесь оборудовали но старались по максимуму сделать более менее компактно у нас стоит здесь теплообменник говаровский вот такой клёпаный с горелкой гефест турист на улице у нас стоит баллон два баллона по 12 литров вовнутрь мы занесли на чем мы будем спать это две раскладушки причем разные специально чтобы понять какая лучше или какие-то плюсы минусы одна утепленная а вторая тонкая но на них стоят разные матрасы у Миши на тонкой раскладушке стоит толстый матрас а у меня на утепленной раскладушке стоит тонкий матрас матрасы такие вот самонадувные нам типа их презентовал сервер канзанцев что для типа крутые вещи круче чем любые матрасы и надувные коврики типа это научно-технический прогресс сейчас на улице где-то в районе 22-24 градусов и немножко падает ну вроде как обещали 26 но через день должно пойти потепление там что-то 15-20 12-10 так что пока сегодня самая такая морозная ночь надо топить печку по-нормальному надеюсь что мы здесь сможем 4-5 дней спокойно прорыбачить в комфорте и прожить прелесть разбивки нашего лагеря заключалась в том что мы его поставили там где потенциально было достаточно удачное место по ловлю окуня то есть прямо в коряжнике мы могли пойти вправо могли пойти влево где у максима до этого были хорошие раздачи окуней на следующий день практически самого еще до рассвета я встал пораньше миша остался еще спать и пошел на поиски окуневых поклевок раздачи ну и вообще окуневого счастья ну и в общем то прошло несколько минут я просверлил там несколько там 5-7 лунок и попал в одну интересную лунку где достал таких хороших горбачей граммов наверно под 800 первый окунек то не ратлин клюнул влюблено 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 рэш на раз японский вип а у меня вчера все поклевки шли вот именно на крючок с такой оранжевой еды ядовитой термоизоляция данной попробую вот поставил поставил такую изоляцию и сразу же в первой лунке ну точнее во второй две мощнейшие поклевки и окунь граммов на 600 наверно клюнул именно на этот крючок с этой изоляции посмотрим дальше пойдут дела хороший хороший блин как на подбор фене все с изоляции так как у них размер вроде бы чистый участок нет торчащих коряг из-под воды а на дне там непонятно какой-то бурелом лежит поэтому при ловле окуня не всегда нужно привязываться к торчащим корягам и обуривать их нужно искать просто открытый пустыри с более-менее адекватной глубиной на который теоретически должен быть окунь и по чистогану сверлить 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 можно очень хорошо попасть вот это хороший но нормально сопротивляется хорошо ооо хороший тоже 600-700 самое интересное что я вчера здесь ходил по этим точкам и мимо этого места прошел я просверлился дальше и ближе на стол поперек не идет что там за крокодил еще крупнее опять красный тройник ну это просто чем блин не рыбалка космос такие крокодил крокодил делающие таких окунь и половить и выри просто я счастливый человек просто да ёшкин ты кот как поклёвки это не поклёвки это просто космос и окунь это уже не вылезают в лунки были на 150 бур Nanja а Soy titty плен встал на точку офигительные просто с начала зацепился за отцепом побежал отцепил думаю да еще раз попробую поднял выше коряжки 4 Четыре заброса, четыре окуня и вот такой вот бонусный килограмм плюс. Ну это просто красивенно. Посмотрите какие плавники, какой верхний плавник. Ратлин просто в шахте намертво. Смотрите какой ржет. Че мельчить в приманках-то? Вот такие окуни всасывают, даже не замечают ратлины 70, 90, 100 миллиметров. Я счастливый, самый счастливый на сегодняшнюю минуту человек. Я говорю, там такие поклевки были сейчас в этой лунке. Просто ад, я удочку ставлю, вот огня прям, знаешь, прям в локоть отдаёт. Вообще чума просто. Вот это здоровенный окунь был. Я не знаю, я думал удочка сейчас вывалится. На, гоу-прошку перезаряди. Нифига себе. Даже ничего не сделал, просто тряхнул один раз, ратлини сразу по клевину. И опять ушел на глубину побольше, сразу окунь. Здесь какой-то он очень желтый. Все первые окуни, которые в лунки попадаются, они клюют вот на этот крючок с термоизоляцией оранжевой, с ядовитой. Не знаю почему. Как это? Точка раздражения, точка атаки. Не знаю, что это назвать, но факт есть факт. Все, поехали быстрее, дальше. Если тут так сразу клюет, может сейчас как начнется опять Эльдорадо, как в той лунке. Как чувствовал, что в этих коряжках кто-то есть. Блин, не входит? Миш, не входит. Вчера мы целый день ловили на ратлины усами Vertigo Deep 70 мм. Ну, потому что Татьяна у нас и Максим поймали первых окуней именно на вот те ратлины в расцветке синяя спина, белое брюхо. Ну, в общем-то, я поймал всего 9 окуней за весь день на эти ратлины. А сегодня уже время, точнее еще время, наверное, часов 11, я уже поймал штук 20. Причем 2 такие смело где-то килограмм плюс-минус, даже 3 уже. Тут много можно говорить, что может ратлины луч ловят, может быть погода поменялась. Потому что вчера солнышко было сегодня, а может быть и на самом деле ратлины крутые. Не знаю, проверим. Все тот же ратлин, багет, мэднес 70 мм. Причем это один из непопулярных цветов. По крайней мере, я думаю, пока не был популярен. Теперь у меня точно они в банке будут, и я думаю, надо еще пару-тройку запасных взять. Потому что на рыбалке обрывы, особенно когда ты ловишь в корягах, неминуемы. Ни фига себе, ни фига себе, клюнул. И ратлин весь перепутался. Тестируем дальше всякие ратлины. Вот сейчас. Ди фига себе, окунище. Еще один под килограмм. Охлевнул вот на такую штуку. Все мне никак не удавалось разловить. Я не понимал, как на нее ловить. Сейчас вроде немножко к проводке подпривык. Находишь окуня, делаешь очень долгую паузу. И вот такую штуку с яйцами начинает клевать. Попробуем еще. Третий раз уже я на Иртыше. И я могу с уверенностью сказать, что Иртыш моя любимая века. Это 100%. Очень крутая. Но этот маленький. Это не наш размер. Не знаю, как ловить. Снова будет в нашей центральной части, когда вот такого окуня можно за 2-3 года не поймать на водоемах Ярославля. Даже на рыбинке можно не всегда таких поймать. А тут таких отпускать приходится. Ужас. Ну, я не знаю. Вот ты смотришь на нее, и она вот кажется, что она рыбная. И она так на самом деле есть. Сколько, ну, мне кажется, я наконец-то побил свой рекорд по щуке. Интересную лунку. Сразу 2 проводки и 2 таких вот граммов по 800 здоровенных окуняры. Иртыш. Иртыш. Что палец? Что палец ловим? 4 заброса, 4 хуев. Такие вот. Ха-ха.